Давайте откроем наши Библии и возьмем ручки, тетради для заметок, и откроем вместе книгу притчей Соломона 22-ю главу. Книга притчи Соломона 22-я глава. Книга притчи Соломона, глава 22-я. И давайте начнем чтение с 21-го стиха. Книга притчи 22-я глава. И фактически мы начнем читать немного даже раньше с 20-го стиха. Отец Небесный, мы открыли Твое Слово, благослови нас, мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь. 20-й стих. «Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя?» И мы немного пропустим и прочтем с 28-го стиха. И сосредоточим наше исследование на стихе 28-м. Все уже открыли этот текст? Здесь сказано следующее. «Не передвигай…» Что, друзья? «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Итак, что мы не должны передвигать? «Не передвигай межи давней» А что такое межа? Ответьте мне, пожалуйста. Что же такое межа? Пожалуйста, как вы думаете? Это знак. Это указатель. Да? Пожалуйста. Монумент. И это мемориал. И это также граница. Устои. Это основание. Это слово может означать «столпы». Хорошо. Запишите это местописание и давайте пройдем каждый из этих стихов. Запишите, пожалуйста. Книга Второзакония, 27-я глава и стих 17-й. Книга Второзакония, глава 27-я и 17-й стих. И я вам дам еще одно место из Писания. Книга Иова, 24-я глава и стих 2-й. В этих местах написано то, что мы уже с вами читали. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». И разумеется, если у вас есть биологический отец или духовный, отец-основатель движения, не передвигай межи, но почитай ту межу, то основание, которую провел и поставил он когда-то. Аминь. Здесь также говорится об отцах-основателях нашего движения. О пионерах, которые стояли у основания адвентизма седьмого дня. Давайте посмотрим вместе книгу Второзакония, 27-ю главу, и начнем чтение с 17-го стиха. «Проклят, который что делает? Нарушающий межи ближнего своего. И весь народ, церкви спасенной, чтобы служить, что скажет? И весь народ, адвентистский народ, скажет Аминь.» И какое второе место Писания? Давайте также откроем это место. Это книга Иова, 24-я глава. «Не передвигай межи давней.» Книга Иова, 24-я глава. И давайте прочтем с вами начиная со 2-го стиха. Книга Иова, глава 24-я, стих 2-й. Библия говорит следующее. «Некоторые межи передвигают.» И обратите внимание, что происходит, когда они передвигают межи. «Принципы истины, которые Бог дал церкви адвентистов 27-го дня.» «Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя.» И заметьте сейчас, на основании всех этих образов, стиха 2-го, о каких межах и о каких путевых столбах здесь сказано, и каким образом они относятся к стадам. Да, пожалуйста. Это граница, и это забор, который хранит вас на верном пути. И если кто-то убирает эти межи и эти путевые указатели стада, люди могут пропасть и заблудиться. Второй стих. «Межи передвигают, и, применяя насилие, они угоняют стада и пасут у себя.» Некоторые люди, которые дискредитируют и сеют семена по поводу наших путевых указателей, те, которые проповедуют против основных пунктов нашего вероучения, которые включают в себя истину для настоящего времени, они, таким образом, проявляя насилие, уводят наших людей. Наши стада. И третий стих. «Они уводят осла у сирот, у вдовы берут в залог вола.» И четвертый стих. «Бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться.» Итак, «убирая путевые знаки и межи.» Что происходит с народом Божьим? Четвертый стих. «Они бедных сталкивают с дороги.» И это говорит нам о том, что эти путевые знаки должны направлять нас на верный путь. Но что же это за путь? Это путь спасения. И где же мы находим этот путь спасения? Этот путь, этот верный и правильный путь Божий. Где мы находим? Давайте прочтем текст. Это книга Псалмов. Псалом 76. Псалом 76. И давайте исследовать это место Библии. И мы посмотрим стих номер 13. Здесь написано «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так велик, как Бог наш?» И сейчас ответьте мне на вопрос. Какая весть объясняет нам и показывает работу Христа для нас во Святом Святых Небесного Святилища. Это трехангельская весть. А сейчас посмотрите на экран. Это цитата из книги раннее произведение, страница 63. «Перечисленные здесь истины, которые включают в себя истину для настоящего времени, это наши путевые знаки и путевые указатели. Они даны нам для того, чтобы хранить нас на прямом и узком пути». Посмотрите просто утверждение Эллен Уайт из книги раннее произведение. И я прочитаю цитату со страницы 258. Пожалуйста, будьте внимательны, мы читаем цитату. Уайт пишет «Я видела группу бдительных и утвердившихся в истине людей, которые давали отпор тем, кто пытался расшатать вероучение церкви. Бог смотрел на них как с одобрением. И так, когда мы утверждены в Слове Божьем, и разоблачаем и даем отпор тем, которые разрушают Божью истину, и тем, которые вводят в заблуждение народ Божий, как в таком случае Бог смотрит на нас? С одобрением. И затем здесь сказано «Мне было показано три ступени». Какие это три ступени? Первая, вторая и третья ангельские вести. «Сопровождавший меня ангел сказал, горе, горе тому…» Это созвучно тому, что написано в книге Второзакония 27-й главе. Верно? «Горе каждому! Проклят каждый, кто…» Верно? «Кто сдвинет эти пограничные столбы…» Вернемся к экрану. «Горе тому, кто вынет хотя бы кирпичик из этих вестей, или внесет в них хотя бы малейшие изменения. Правильное понимание этой трехангельской вести это жизненно важно!» А теперь давайте прочтем то, что написано черным выделенным шрифтом. «Судьбы людей будут зависеть от того, как они примут эти вести». А сейчас читаем медленно и внимательно. «Бог вел Свой народ шаг за шагом, пока не поставил его на твердое, непоколебимое основание. Я видела, как отдельные люди подходили к этому основанию и изучали его.» О каком основании здесь говорится? Это трехангельская весть. Послушайте дальше внимательно. Потому как здесь говорится о трех шагах или трех ступенях и если есть эти ступени, они должны опираться на одно основание. Прекрасно! Слушайте внимательно. «Я видела, как отдельные люди подходили к этому основанию и изучали его.» Я извиняюсь, но что является основанием нашей веры? Какая это весть? Какое место из Писания? Это то, что является основанием и главным столпом нашей веры. Книга «Великая борьба» страница 409. Запишите это себе сейчас. Книга «Великая борьба» страница 409. Это местописание является нашим основанием и главным столпом нашей веры. На две тысячи триста вечеров и утр и тогда. И где же мы можем найти это место? Это книга Даниила 8 глава стих 14. Итак, это является нашим основанием и какие ступени ведут к нему? Первая, вторая и… да верно! Вернемся к экрану. Здесь сказано, «Я видела, как отдельные люди подходили к этому основанию и изучали что? Его! И что является основанием весть о Небесном Святилище? Очищение Небесного Святилища. И то, где находится сейчас Христос, потому как Святое Святых должно быть очищено. И как мы уже с вами читали и слышали и видели, как люди задают один и тот же вопрос. А что на самом деле Христос находится сейчас во Святое Святых Небесного Святилища, начиная с 22-го октября 1844-го года? Одни тотчас радостно становились на Него, на это основание, другие начинали придираться к Нему. Они хотели что-то улучшить, чтобы основание было более совершенным, а стоящие на нем более счастливыми. Некоторые люди сходили с этого основания, спаси нас Господь от этого, это опасно, с целью обследовать его и заявили, будто оно неправильно заложено. Вы слышали, наверное, как некоторые люди говорят? И вы верите в то, что написано в книге Даниила 8-й «Побеждали». Кого? «Сошедших с Него оставить свои жалобы, ибо главным строителем был Бог. И, следовательно, они боролись против Него. Они рассказывали о чудных делах Божьих, благодаря которым они теперь стоят на твердом основании, и все вместе, подняв глаза к небу, громогласно прославляли Бога. Это повлияло на некоторых из тех, кто жаловался и не сошел с основания, и они со смиренным видом снова встали на Него. И что же это за основание? Какое место из Писания? Книга Даниила 8-я глава стих 14-й. И что это за три ступени? Первая, вторая и третья ангельские вести. Судьбы кого? Судьбы людей будут зависеть от того, как они примут эти вести. Иначе говоря, если мы отвергли первую весть, то вторая весть не принесет нам никакой пользы, и мы получим начертание зверя. Это логично? Этот пункт вам понятен? Хорошо. Второй параграф. Уайт пишет «Мне было указано на то время, когда проповедовалось первое пришествие Христа.» Сестра Уайт любит соединять одно место с другим, как говорится, правило на правило. Мы только что прочитали с вами о том, что Бог дал нам основания, и к нему ведут три ступени. Первая, вторая и третья. Сестра Уайт желает сказать и сделать этот пункт более ясным. Во время первого пришествия Христа Бог дал нам три путевые указателя. Три. И вот они. Кого Отец Небесный послал первым для того, чтобы начать эту работу по спасению для израильского народа в последние семьдесят лет, перед первым пришествием Христа? Кто это был? Запишите это. Итак, Иоанн Креститель, Он пришел первым. И кто пришел после Иоанна Крестителя? Иисус. А теперь послушайте внимательно. Те, кто отвергли служение Иоанна Крестителя, отвергли впоследствии также Иисуса. И когда пришел день Пятидесятницы, они не приняли Дух Святой, и они были оставлены во тьме. Это четвертый шаг. Хорошо. Еще раз я повторю это. Номер один. Иоанн Креститель. Второй. Христос. Номер три. Пятидесятница. И четвертое. Те, кто отвергли служение Иоанна, отвергли и служение Иисуса, они не получили в день Пятидесятницы излития Духа Святого, и они были оставлены во тьме. Давайте прочтем теперь это. Вы готовы? Вернемся к экрану, послушайте очень внимательно. Мне было указано на то время, когда проповедовалось первое пришествие Христа. Иоанн был послан в духе и силе Илии. Мы уже говорили об этом сегодня утром, чтобы приготовить путь Иисусу. Отвергшие свидетельства Иоанна, послушайте внимательно, синий шрифт, не получили соответственно благословения и от учения Иисуса. Вы видите это, друзья? Это логично. Противясь вести о Его скором пришествии, они поставили себя в такое положение, когда самые убедительные доказательства того, что Он есть истинный Мессия, не трогали их сердца. Сатана побуждал тех, кто отверг вести Иоанна, пойти еще дальше, и отвергнуть и распять Христа. Итак, первое. Те, кто отвергли Иоанна Крестителя, отвергли Христа и распяли Его. Не забудьте это. И теперь мы перейдем к третьему шагу. Третий путевой указатель. Поступив таким образом, слова написанные синим шрифтом, читаем. Поступив таким образом, эти люди не могли принять благословение в день Пятидесятницы. Это благословение указывало им путь в небесное святилище. Однако иудеи так и остались в какой тьме? В кромешной тьме. Итак, какие четыре пункта мы видим на этой ленте времени? Отвержение Иоанна Крестителя. Отвержение распятия Христа. И третий пункт, они не приняли излитие Духа Божьего. И они были оставлены, нет, так не сказано, в кромешной тьме. Потому что вы можете находиться во тьме и вернуться обратно ко свету. Но нет, они попали в кромешную тьму. А это значит, время благодати для них что? Да, окончилось. Вернемся к экрану. Они полностью утратили свет о плане спасения, который могли бы иметь, и по-прежнему уповали на свои бессмысленные жертвы и приношения. Небесное святилище пришло на смену земному, а иудеи и понятия не имели о происшедшей перемене. И давайте прочтем последнее предложение. И потому не могли получить благословение от ходатайства Христа. Где? Во святом. Прежде чем я продвинусь дальше, позвольте я дам вам некоторые места описания. Посмотрим на диаграмму, которую я приготовил. Однажды я уже показывал эту диаграмму. Правило на правило. Книга пророка Исаии, 28-я глава, стих с 9-го по 13-й. Что находится в левом верхнем углу? Те, кто отвергли свидетельство Иоанна Крестителя. Вот, все здесь изображено. Какой следующий шаг? «Они также отвергли учение Иисуса и распяли Его» Номер три. «Они не получили Святой Дух день Пятьдесятницы, и Иисус вознесся от земли, и куда Он вошел? в отделение под названием Святое, и они были после этого оставлены в кромешной тьме.» Верно? Перед тем как я заполню эти места, вопрос который задал Марк. Давайте покажем это на основании Библии. Давайте откроем Евангелие от Луки 20-ю главу. Те, кто не приняли служение Иоанна Крестителя, они отвергли Иисуса. Евангелие от Луки 20-я глава. «Возлюбленные это та весть, которая принесет мир утомленным, покой утружденным, это весть, которая находится в Библии. Книги пророка Исаии в 28-й главе с 9-го по 13-й стих. Эта весть приведет нас к осознанию нашей нужды в позднем дожде, ранний и поздний дождь. Читаем вместе. «В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами.» 2-й стих. «И сказали Ему, скажи нам, скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе Иисус власть сию?» И что Христос в ответ сказал им? «А кто дал власть Иоанну Крестителю?» Вы понимаете это? Если бы вы приняли того, кто дал власть Иоанну Крестителю, вы бы приняли и Меня. Если бы приняли Иоанна Крестителя, вы бы приняли и Меня. Давайте прочтем дальше. Он сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, и скажите Мне. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили, «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили Ему?» А если скажем от человеков, то есть это означает, что Иоанн не был под управлением Святого Духа, то весь народ побьет нас камнями, ибо Он уверен, что у Иоанна есть пророк. И седьмой стих. И отвечали, «Не знаем откуда». Заметьте это. Две вещи. Вы обратили внимание, что те же, кто отвергли служение Иоанна Крестителя, они же отвергли Иисуса. Это понятно вам? Христос также сказал в Евангелие Иоанна. «Если бы вы поверили Моисею, вы бы так же поверили и мне. Иными словами говоря, потому как вы отвергли пророка, вы отвергли и меня.» Я поражаюсь, насколько же это имеет сильное применение в эти последние дни. Давайте это выразим иначе. Только просьба к вам, не закрывайте место из Евангелия от Луки 20-ю главу. Оставьте закладку и на Евангелие от Иоанна 5-я глава. Сегодня утром я вам сказал о том, что я собираюсь поговорить о том, что пророк Илья спросил иудеев, когда они были на горе Кармил. «Если Господь есть Бог, служите Ему. А если Ваал, то Ему служите.» И как тогда ответил народ израильский? «Господь есть Бог.» А что здесь происходит? Они здесь ответили Ему, Иисусу, мы не знаем. Знали ли они? Разумеется, знали. Естественно, они знали. Но они ответили, мы не знаем. Ситуация в этом эпизоде напоминает то, что произошло на горе Кармил. Вы видите, как мы сейчас соединили место с местом. Мы на этом не остановимся. Откроем сейчас Евангелие от Иоанна 5-ю главу. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне.» Вот, пожалуйста, Евангелие от Иоанна 5-я глава и стих 45-й. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.» И стих 46-й. Давайте прочтем этот стих. «Ибо если бы вы верили пророку Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне.» «Если же Его писанием не верите.» Закончите эту фразу. «Как поверите Моим словам.» Вот вам, пожалуйста, два свидетеля, сколько вам еще нужно. Давайте вернемся к нашей диаграмме. Итак, посмотрите. У нас здесь есть отвержение Иоанна Крестителя. Кто отверг Иоанна? Конечно же не все его отвергли. Большинство, но не все. Дальше следующая картинка. Иуда Иудеи отвергли учение Христа и распяли Его. А что следующее? В результате они не получили Святой Дух в день Пятидесятницы, и где они оказались? В какой тьме? Каждая личность, которая отвергает Христа, и в результате эта личность остается в кромешной тьме. И как звали одного из таких людей? Иуда Искариот. Он оказался в кромешной тьме, друзья. И остальной еврейский народ и Ирод, которые отвергли Христа, оказались в такой же кромешной тьме. И собственно говоря, перед самым распятием Христа, когда первосвященник привел Христа к Ироду, и когда Христос пришел к Ироду, в Евангелии от Луки в 23-й главе мы читаем, Ирод просил его сделать чудо. Но Иисус не отвечал ему ни слова. Кромешная тьма. Каиафа, ты увидишь меня грядущим на облаках небесных и сидящим одесную моего отца. Но с Каиафой было уже все решено, потому как он, Каиафа, сам разодрал свою одежду. Он попал в непроходимую кромешную тьму. Пилат также попал в ту же самую кромешную тьму. Есть много примеров этому. Давайте вернемся к нашей диаграмме. Итак, что же все эти события представляют Иоанн Креститель? Давайте возьмем те события, которые произошли во время первого пришествия Христа. И соединим с событиями, которые произошли во время возникновения адвентистского движения. Основание нашей веры. Итак, Иоанн Креститель какую ангельскую весть будет символизировать? Просто подумайте об этом. Какая это весть? Первая ангельская весть. И следовательно, первое пришествие Христа и Его отвержение и Его распятие какую весть будет символизировать? Вторую ангельскую весть. И следующее. События, произошедшие в день Пятьдесятницы, какую весть будут символизировать в адвентистском движении? Полночный крик. И кромешная тьма. Когда Христос перешел из отделения, называемого Святое, в отделение, в святилище под названием Святое Святых. И те, кто верой не последовали за Христом, были оставлены в кромешной тьме. Дверь благодати за ними была окончательно закрыта. Об этом написано в книге «Избранные вести» том 1-й страница 63-я и до 69-й страницы. Давайте посмотрим сейчас одну цитату из книги «Ранние произведения» Страница 260-я. «Все небо с величайшим интересом следило за тем, как будет принята весть первого ангела. Но многие из тех, кто на словах любил Иисуса и проливал слезы, читая историю Его распятия, высмеяли добрую весть о Его пришествии. Вместо того, чтобы радостно принять весть, они объявили ее чем? Обманом. Они возненавидели тех, кто возлюбил Его явление. И что, друзья? Изгнали их из церквей. Итак, что же произошло тогда? Они изгнали из своих церквей и саму весть, и вестников, которые ее распространяли. Послушайте дальше внимательно, текст синего цвета. Отвергшие, какую весть, первую весть, не могли получить благословение от второй. Вы видите это, друзья? Послушайте внимательно. Равно как и от полночного крика, который должен был приготовить их к тому, чтобы верой войти вместе с Иисусом во святое святых небесного святилища. Отвергнул две первые вести, они, что сделали этим самым? Ответьте мне. Они попали во что? Кромешную, что? Тьму. Они настолько омрачили свой разум, что не смогли увидеть свет вести третьего ангела указывающую путь куда? Во святое святых! Смысл ясен вам, друзья? Того что произошло? А теперь мы посмотрим на нашу диаграмму. Вот пожалуйста, здесь все изображено. Итак, те, кто отвергли весть Иоанна Крестителя, символизируют те, кто отвергли какую весть? Первую ангельскую весть. Это логично? Те, кто отвергли Иисуса и распяли Его, и изгнали Его из своей жизни, символизируют кого? Тех людей, которые не получили никакой пользы от второй ангельской вести. Вы с этим согласны? Хорошо. И те, кто не принял излития и не принял власть Духа Святого в день Пятидесятницы, они символизируют тех, которые не приняли полночный крик. А полночный крик был также тем моментом, когда они были наделены полномочиями и властью. Мы с вами уже говорили об этом на последней неделе. И сегодня вечером мы еще вернемся к этому. Полночный крик наделил их властью, и поэтому многие были оставлены во тьме. Итак, 22 октября 1844 года для многих людей это был момент, когда они были оставлены в кромешной тьме. Помните, на прошлой неделе я показал вам одну цитату из книги раннее произведение? Какое первое видение получила сестра Уайт? Я слышал. Да, верно. Она видела адвентистский народ, идущий прямым и узким путем, который шел поднимаясь вверх и направляясь к городу. Аминь! Аминь, друзья! Поднимался над этим миром, и многие, которые были в этой группе, они отвели свой взгляд от кого? От Иисуса. И они отвергли тот свет, который был позади их. И освещал им путь. Что это был за свет? Это был полночный крик. Вот это, друзья, прямо здесь. И отвергнув полночный крик, они также отвергли и первую ангельскую весть. И что же с ними произошло? Они сошли с узкого пути. Куда? Вы видите это, друзья? Они падали в темный, нечестивый мир. И Уайт пишет, и я потеряла их из вида. Так написано в книге раннее произведение. Я не буду сейчас читать этот отрывок. Это книга раннее произведение, страница 14 и страница 15. Отметьте для себя это. Они остались в кромешной тьме. Какой год здесь назван? 1844 год, 22 октября. Второй пункт. Когда прошла эта дата, 22 октября, эти люди были оставлены где? В кромешной тьме. Но где они продолжали поклоняться? Да, именно так. Так это и было. Они все вместе тогда молились, Иисус дай нам Твоего Духа. Но Иисус уже оставил место, которое называется Святое и перешел во Святое Святых. И мы с вами читали, что пришел сатана и ответил им на их молитвы. И это означает, если мы отвергаем истину для настоящего времени и молимся, то на эти молитвы Иисус не отвечает. Но сам сатана дает ответы на все эти прошения. И они молились, дай нам Твоего Духа, тех кто уже находились в тот момент во тьме. И тогда сатана дунул на них своим неосвященным влиянием. И что же они получили? Они получили свет. Они получили власть. Но они не получили плодов. У них не было сладкой любви, радости и мира. А плоды Духа это что? А! И так, они получили власть. Они получили свет, но они не получили изменения характера. Помилуй нас Господь. Их характер не изменился. Но что такое власть и свет без изменения характера? Но те кто следовали за Иисусом, они так же молились. Но они возносили свои молитвы в правильном направлении. Это похоже на то, как если вы пишете письмо по электронной почте или на бумаге, что произойдет, если вы напишите не тот адрес? Что произойдет? Это письмо придет не по тому адресу, не к тому адресату. Что происходит, если я на месте, где обычно пишут на конверте адрес получателя, напишу неверный адрес. И положу это письмо в почтовый ящик. Куда пойдет это письмо? И так, те кто последовали за Христом, они направляли свои молитвы в святое святых. И они получили ответы. И Иисус вдохнул в них свой дух. И что они получили? Они получили свет, власть и сладкую любовь, радость и мир. И они принесли плод Духа Божьего. Где мы можем найти повествование об этом, пастор? Книга раннее произведение. Я слышу то что вы говорите. Я открываю книгу раннее произведение, страница 55 и 56. Позвольте мне прочесть вам этот отрывок. Я обернулась, чтобы посмотреть на другую группу людей. В начале здесь описывается первая группа тех, кто остались верными. «Вставшие с Иисусом возносили веру свою к Нему во святое святых и молились, «Отче наш, даруй нам Духа Твоего». Тогда Иисус вдохнул на них Святым Духом. В этом дыхании были свет, в этом дыхании была сила, и в этом дыхании было много любви, радости и мира. Хорошо, а теперь другая группа. Я обернулась, чтобы посмотреть на другую группу людей, которые по-прежнему стояли, склонившись перед престолом. Они не знали, что Иисуса там уже нет. У престола появился сатана, пытавшийся подражать делу Божьему. Я увидела, как они возвели очи к престолу и взмолились. «Отец, даруй нам Духа Твоего». Тогда Сатана вдохнул на них нечистым Духом. Какое место из Писания вам это напоминает? Сатана вдохнул на них нечистым Духом. Книга Откровения 16-ая глава, стих 13-ый, там написано «И видел трех нечистых духов». Благодарю! «Пал, пал Вавилон, он сделался жилищем бесов, и пристанищем всякому нечистому Духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Хорошо, Сатана вдохнул на них нечистым Духом. В нем был свет, и в нем было много силы, но не было прекрасной любви, не было любви, радости и мира.» Цель Сатаны заключалась в том, чтобы грешники пребывали в обмане. Он хотел обольстить и отвратить от Господа детей Божих. Вернемся к экрану. Поэтому нам лучше знать куда мы отправляем наши молитвы, друзья. Хорошо? Сколько временных линий мы видим сейчас на экране? Сколько временных линий? Мы говорим сейчас о четырех путевых знаках. Сколько временных линий мы здесь видим? Две. Какая первая? Вверху. Это первое пришествие Христа. И вторая линия? Адвентистское движение. Давайте вернемся назад и вспомним что говорит это первая линия. Нам о тех людях которые отвергли во времена первого пришествия Христа, которые отвергли служение Иоанна Крестителя. Они впоследствии также отвергли и Иисуса, и Его учения, и распяли Его. Получили ли они Святого Духа в день Пятидесятницы? Они были оставлены где? Во тьме. Интересно что это означает для нас живущих в последнее время? Кто был Иоанн Креститель? Был ли он пророком? Это значит что Иоанна Крестителя сегодня будут символизировать труды Эллен Уайт. Эллен Джи Уайт. И так те кто отвергли написанное Божьим пророком труды вдохновленной Господом в Вестнице, номер два, они не получили никакой пользы от Второй Ангельской Вести. А о чем эта весть говорит? Пал, Пал Вавилон. Вы видите насколько же это опасно для адвентистов седьмого дня отвергнуть труды Эллен Джи Уайт, разделять то что она написала, называя одну часть важной и существенной, а вторую не важной и не существенной, для того что бы заполучить благосклонность этого мира. Так написано в книге «Великая борьба» на странице 16, говоря что эти труды от сатаны, вы погибнете вместе с Вавилоном. И сейчас вопрос, а что излитие Святого Духа в день Пятьдесятницы символизирует для нас живущих в эти последние дни? Подобно полночному крику это излитие символизирует поздний дождь. А что символизирует распятие Христа? Это кризис связанный с выходом Воскресного Закона. Вы понимаете это сейчас друзья мои, все здесь показано. И когда начнется этот кризис Воскресного Закона, не должно ли полностью тогда исполниться то что записано во Второй Ангельской Вести? Падение Вавилона началось летом 1844 года, но когда выйдет Воскресный Закон, произойдет полное падение Вавилона. Здесь все логично и все правильно. Хорошо. Но каким будет Четвертый Путевой Знак? Во время Первого Пришествия Христа, когда они были оставлены в кромешной тьме. О чем это говорит и символизирует для нас? Это символизирует закрытие двери благодати и семь последних язв. И вторую смерть. Вам понятен сейчас смысл всего этого друзья? Итак, кого Иоанн Креститель символизирует сегодня? Еще раз, если люди отвергали учение Иоанна, они впоследствии также отвергали Иисуса, и они уходили во тьму последовав за Вавилоном. Аминь! И когда будет принят закон о воскресном дне, эти люди примут начертание зверя, они не получат позднего дождя Святого Духа и попадут в полную и кромешную тьму. И одна из семи язв, и это не случайно… Давайте откроем вместе книгу Откровение 16-ая глава. Вы понимаете что произойдет, друзья? И кто получит эту язву, когда тьма накроет этих людей? Получат эту язву те, кто приняли начертание зверя и поклонялись зверю и его образу. Они будут находиться тогда в кромешной тьме, друзья. Об этом говорит 16-ая глава книги Откровения. Хорошо. Книга Откровения 16-ая глава. Прочтем начиная с 10-ого стиха. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его… что? Если есть царство, то в этом царстве должны быть граждане этого царства. Это те, кто поклоняются ему. И также находятся в полной тьме. Подобно тому как тьма была излита на Египет. Помните когда фараона постигла это же язва и там была тьма? Кто был наказан этой тьмой тогда? Те, кто тогда отвергли то, что говорил Моисей. Вы видите это, друзья? И так те, кто отвергли слова Моисея в Египте, отвергли также Бога, отвергли Иисуса в Египте и получили впоследствии язвы и они были оставлены в полной и кромешной тьме. И несмотря на то что они и устроили погоню за израильтянами, но облако которое шло перед израильским станом передвинулось и встало между египтянами и израильтянами. В стане израильском был свет, но египтяне пребывали в полной тьме, друзья. Посмотрите это. Внизу на экране мы видим, что те кто отвергли труды Элен Джи Уайт, они отвергнут также и Библию и они последуют за Вавилоном, они получат начертание зверя, они получат и они примут и они будут оставлены в полной духовной тьме. И в этой определенной точке нашего исследования я прошу вас найти место из Писания, которое подтвердило бы мысль о том, что Бог дал дар пророчества адвентийскому движению. Я хотел бы увидеть эти места из Писания. Посмотрите следующее. Коллекция Спалдинга и Мегана. Давайте начнем мыслить. Цитата из коллекции Спалдинга и Мегана, страница 305-я, 4-ый параграф. Здесь написано «одно можно сказать наверняка» Давайте прочтем эту цитату. «Одно можно сказать наверняка, те адвентисты седьмого дня, которые становятся под знамя сатаны, знамя сатаны, или знак сатаны, это в первую очередь закон о воскресном дне. Это его знак и это его знамение. Божья печать это печать любви. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Еще одно место «Знамя его надо мной» это написано в книге «Песнь Песней Соломона» и «Знамя его надо мною любовь» И так здесь говорится о знамени сатаны. «Одно можно сказать наверняка, те адвентисты седьмого дня, которые становятся под знамя сатаны, первыми» Вы видите это друзья? То же самое что произошло с Иоанном Крестителем. «Весть первого ангела» «Первыми перестанут верить в предостережения и укоры, которые содержатся в свидетельство Духа Божьего» Хорошо, продвигаемся дальше. И за что голосовала Всемирная Церковь Адвентистов седьмого дня в 2005 году? За то что труды сестры Уайт могут обогатить, но не могут определять нашу веру и практическую жизнь. И голосованием эта формулировка была принята. И таким же точно голосованием был отвержен Иоанн Креститель. «Голосованием они распяли и Христа. Они этим умаляют труды Духа Пророчества, и потому многие из членов церкви уже не верят этим трудам.» В 2015 году они еще раз предприняли попытку уменьшить влияние трудов Эллен Джи Уайт. Предыдущая формулировка была следующей, и она записана красным. Мы верим, что ее труды говорят с пророческим авторитетом. Я удивляюсь тому, что они изменили. Давайте прочтем то что написано вверху. Эллен Джи Уайт, Вестница Господня, ее труды остаются авторитетным источником истины. Но то что дальше написано, это они изменили. Заметьте это. Что они дальше здесь написали, друзья? Эти труды говорят только как? Только лишь с пророческим авторитетом. Вы видите это? Они понемногу уменьшают эту формулировку. А что у нас здесь сказано? Книга «Избранные вести» том 1-й страница 48. «Сатана постоянно навязывает ложь, чтобы увести людей от истины. Самым последним его обольщением будет попытка свести на нет влияние свидетельства Духа Божьего» Прочтите это место из Писания. Это книга притчи 29-я глава 18-й стих. «Без откровения свыше, что происходит? Народ не обуздан. Народ погибает» Так в английском языке написано. Итак, если вы отвергаете Иоанна Крестителя, вы погибнете. И вы также отвергнете впоследствии Иисуса. Читаем дальше. «Сатана будет работать изобретательно и разнообразно, используя различные средства, дабы подорвать веру Божьего остатка во что? В истинное свидетельство. К свидетельствам вспыхнет ненависть, исходящая от сатаны.» Деятельность сатаны будет направлена на подрыв веры церквей в свидетельство. И вот по какой причине. Читаем теперь то что написано красным шрифтом. «Сатане не удастся привносить свои обольщения и связывать души обманом, если люди будут внимать предостережениям, порицаниям и советам Духа Божьего.» А сейчас вопрос к вам. Можете ли вы сейчас представить мне какие-то доказательства, которые показывают, что большинство церквей, адвентистов седьмого дня и народ отвергают труды Духа Пророчества? Когда они причисляют самих себя к Вавилону и к Экуменическому альянсу. А что еще? Еще одно неопровержимое доказательство, пожалуйста скажите мне. Да! Когда они предлагают изменить то что написано в книге «Великая борьба» и они издают по этому книгу «Великая надежда» Да, пожалуйста, я вас слушаю. Они перестали выделять весть о святилище. Мы уже с вами недавно говорили, это просто маленькое примечание. Известно ли вам о том, что вы можете проповедовать о пророчествах, но это не будет проповедь истины для настоящего времени? Я могу взять книгу Даниила и книгу Откровения и дать вам историческое толкование этих пророчеств, и если я на этом и остановлюсь, это не будет истиной для настоящего времени. Для того чтобы сделать эти пророчества истинной для настоящего времени, я должен взять их и показать их историческое исполнение, и также показать вместе с этим и повторное исполнение этих пророчеств в эти последние дни. И для того чтобы видеть как эти пророчества исполняются, вам необходимо следить за текущими событиями. Многие проповедуют о пророчествах как о чем-то устаревшем, потому как они отказываются рассматривать текущие события, которые показывают, что эти пророчества повторно исполняются. Кто-то еще пожалуйста? Доказательство тому, что они и отвергают труды духа пророчества. Только пожалуйста кратко представляйте вашу точку зрения. Принимая то, что написали авторы из Вавилона, печатая их высказывания в урочниках субботней школы, и таким образом сея и распространяя эти высказывания по всему миру. И мы уже с вами говорили о том, что мы никогда не должны использовать книги людей из Вавилона за нашими кафедрами. Хорошо! Да пожалуйста! Отвержение реформы здоровья и чего еще? И реформы одежды. Ясные и четкие доказательства. Так теперь вы пожалуйста! Музыка! Один из основных признаков! Так теперь вы скажите! А что вы скажете по поводу учебных заведений? Наши учебные заведения. Кого они приглашают в учебные заведения, чтобы они были там профессорами, и какие стандарты мы в таком случае поддерживаем. И книги этих людей мы находим на полках наших библиотек. Верно! Мифы и басни! Вымышленные истории! Так пожалуйста! Теперь вы! Экуменическое движение! Так! Теперь вы пожалуйста! Наши госпитали, которые уже стали инструментом для того, чтобы уменьшить влияние и значение реформы здоровья! Рукоположение женщин! Верно! Хорошо! Так! Теперь вы пожалуйста! Изменение логотипа церкви адвентистов седьмого дня! И если вы изменяете логотип, если вы изменяете свои стандарты, то это означает, что вы изменяете весть, которую вы проповедуете. И если вы изменяете свою весть, вы изменяете свою миссию. И если вы изменяете свою миссию, вы изменяете свои и характерные черты, вашу идентификацию. Однажды вы знали, кто вы есть, и вы знали вашу весть, и вы знали также вашу миссию. Но когда вы изменяете ваш логотип, вы этим самым изменяете вашу весть и вашу миссию. Они поощряют и продвигают образ жизни ЛГБТ-сообщества в нашей церкви. Верно? Да, верно. Обмениваются кафедрами с представителями из Вавилона. Мы уже об этом говорили. Так, теперь вам слово. Они упраздняют дату 22 октября 1844 года или уменьшают значение этой даты. Вы можете продолжать и продолжать этот список. Так, вам слово. Отбрасывают в сторону библейскую традицию и привносят мирскую культуру. Сестра Уайт по этому поводу говорит, это книга «Великая борьба» страница 509. «Талант и культура сами по себе являются дарами Божьими. Но если ими надеются возместить отсутствие благочестия, если эти качества, вместо того чтобы привлекать душу к Богу, отделяют ее от Него, тогда они становятся проклятием и путами. Талант и культура.» Да, пожалуйста. Спорт и развлечение. Когда сестра Уайт говорит в Reviewing Geralt, она пишет «Сатана придумал спорт для того чтобы отвлечь наши мысли от Слова Божьего.» Хорошо! Кто еще желает сказать? Праздники, Рождество, Пасха и т.д. Давайте вернемся к экрану. Давайте посмотрим причину, по которой Бог дал нам Дух Пророчества. Вот как здесь сказано. Это свидетельство для церкви, том 2, страница 605. Уайт пишет «Я взяла драгоценную Библию и окружила ее несколькими свидетельствами для церкви.» Как эти книги были названы? «Свидетельства для церкви, которые были даны народу Божьему. Здесь, сказала я, рассмотрены почти все случаи, с которыми могут встретиться люди и указаны грехи, которых им необходимо избегать. Богу было угодно давать вам, то есть церкви, Богу было угодно давать вам заповедь на заповедь и правило на правило. Но немногие из вас, то есть адвентисты седьмого дня, на самом деле знакомы с содержанием свидетельств. Заметьте это, что здесь дальше сказано? Вы не читаете их и ваши служители не побуждают вас читать эти книги. И вы знаете почему? До тех пор, пока они могут вас удержать в невежестве, они могут насадить вам всякое ложное учение, всякий ложный принцип в образе вашей жизни, которые могут свободно проникнуть, укорениться и процветать в наших церквах. И сейчас они уже говорят, что все эти уступки способствуют увеличению численности членов церкви по всему миру. И к тому же увеличиваются деньги, которые поступают в казну из корзинок для пожертвования. Но скажите мне какое отношение у всех этих людей ко спасению? Не многие из вас на самом деле знакомы с содержанием свидетельств. Вы плохо знаете Писание. И дальше идет одно из самых моих любимых высказываний. Если бы вы задались целью изучить Слово Божье, захотели бы соответствовать библейским нормам и устремились бы к христианскому совершенству, то вам не понадобились бы свидетельства. И поэтому Бог дал нам свидетельства. Именно по этой причине. Я всегда вспоминаю эти слова и говорю. Эта книга не называется свидетельство церкви. Нет, нет. Но свидетельство для церкви. В этом разница. Это свидетельство для вас. Если это ваши свидетельства, то вы можете их и отвергнуть, или признать эти свидетельства несущественными. Но если это для вас, это тогда важно. Хорошо. Но именно потому, что вы пренебрегали богодухновенной книгой, Господь попытался достичь ваших сердец простыми, прямыми свидетельствами, направляющими ваше внимание на вдохновенные слова, которым вы не желали повиноваться, и призывающими вас строить свою жизнь сообразно его чистым и возвышенным учением. Итак, эти книги призваны вернуть нас обратно к чему? К Библии. И потому что мы не исследовали Библию как должно, и не обогатились библейскими стандартами, и не пытались достичь христианского совершенства, поэтому Бог дал нам свидетельство, друзья, и когда Он дал нам этот дар, Он не заберет этот дар обратно. Вы можете отвергнуть этот дар. Заметьте это. Дайте мне одно место из Писания, которое подтверждало бы то, что Бог дал нам дар пророчества. О том, что церковь Божья в последнее время должна быть наделена даром пророчества. Да, пожалуйста. Запишите название книги, которую мы также можем добавить. Эта книга была написана Стивеном Хаскелом, и книга называется «Руководство для изучения Библии». В этой книге есть раздел, который называется «Дар пророчества». Там есть ссылки на Библию, которые подтверждают, что Божье движение в конце времени адвентисты седьмого дня должны иметь труды истинного, получившего вдохновение от Бога, вестника. Посмотрите сейчас на экран. Послушайте внимательно. То, что мы говорили с вами о тех, кто отвергают труды вестницы Божьей, Эллен Уайт, какой будет их второй шаг? Читаем красным шрифтом. Этот класс людей не получит потом пользы от проповеди второй ангельской вести. В какое время? Во время, когда будет навязываться начертание зверя. И что в таком случае они получат? Да, благодарю вас. И когда будет изливаться поздний дождь, будет ли им от этого какая-то польза? Нет. Нет. А что произойдет? Они попадут в кромешную тьму. Том 5 свидетельство страница 98 здесь сказано. «Я знаю, какая опасность вам угрожает. Сестра Уайт говорит, если вы утратите веру в свидетельство, то течением вас далеко унесет от библейской истины.» А теперь прочтем то, что написано синим шрифтом. «Я опасалась, что многие братья начнут сомневаться и займут неопределенную позицию, и, скорбя о ваших душах, пожелала предупредить вас, кто из вас прислушается к этому предостережению. Если бы при вашем нынешнем отношении к свидетельствам, вы нашли бы в них нечто такое, что переходит вам дорогу и исправляет ваши ошибки, считали бы вы себя вправе отвергнуть или принять все свидетельства или какую-то их часть?» Позвольте я вам кое-что скажу. То, что вы менее всего склонны принимать, вам больше всего нужно. Бог и сатана никогда не трудятся сообща. Свидетельства несут на себе либо печать Бога, либо начертание дьявола. Доброе дерево не может приносить плоды худые, так же, как и худое дерево никогда не принесет плодов добрых. По плодам их узнаете их. Бог изрек Своё Слово через эти свидетельства, и кто вострепещет перед Его Словом? Послушайте еще одно утверждение, это том 1-й свидетельство для церкви, страница 300-я. И единственно безопасный путь сейчас искать, как ищут клад, истину, открытую в Слове Божьем. Давайте прочтем сейчас, какие три вопроса важно понять. Необходимо понять важные истины о субботе, природе человека и свидетельстве Иисуса Христа. Погодите минутку, какие три вопроса здесь отмечены? Заметьте это. Вы понимаете, почему тема о субботе тоже здесь в этом списке? Потому что это великая и важная истина. Вы обратили внимание на это? Потому как, что является противоположностью соблюдению субботы? В эти последние дни, да, благодарю сестра, да, соблюдение воскресного дня, начертание зверя, когда это станет законом. А почему тема о природе человека тоже находится в этом списке? Природа человека, о чем говорится в этой теме, природа человека? О греховной природе человека, верно? О греховной природе, и мы должны победить. А какую природу получил Иисус, когда принял человеческую плоть? Греховную природу. Природу падшего человека. Победил ли он грех, будучи в этой падшей человеческой природе? Можем ли мы также победить грех? Вы понимаете теперь, почему этот вопрос также здесь? Суббота и природа человека. Победа над грехом. И что под номером три здесь стоит? Свидетельство Иисуса Христа. А что же это такое? Это великие и важные для понимания истины. Но люди в наше время исследуют все что угодно, кроме этих важных вопросов, и они это называют истиной для настоящего времени. Давайте вернемся к тому что на экране. Они будут тем якорем, читаем красный шрифт, они будут тем якорем, который сохранит детей Божьих в это опасное время. Но масса людей презирают истины Слова Божьего, и предпочитают басни. Мы не желаем слушать эти басни. Давайте прочтем дальше. План сатаны… чей план? План сатаны ослабить веру народа Божьего в свидетельство. А какой второй шаг который предпринимает сатана? Вслед за этим возникают сомнения в истинности жизненно важных пунктов нашего вероучения, в тех столпах, на которых зиждутся наши взгляды, и третий шаг, затем он внушает нестойким людям сомнения в подлинности Священного Писания. И четвертый шаг, после чего они быстро катятся к своей погибели. Полная и кромешная темнота. Спаси нас Господь от этого. Какой первый шаг? Ослабить веру народа Божьего к свидетельствам. Второй шаг. Скептицизм в отношении жизненно важных пунктов нашей веры, в тех столпах, на которых зиждутся наши взгляды. Следующий шаг. Сомнения в подлинности Священного Писания. И последний шаг, после чего они быстро катятся в кромешную тьму. Следующее утверждение. Когда люди начинают сомневаться в свидетельствах, вы видите друзья, о ком Уайт здесь говорит, о наших людях. И вот почему я еще печалюсь, когда некоторые люди принимают крещение, и они ни разу не слышали о свидетельствах. Сестра Уайт говорит, если мы не расскажем им о свидетельствах до того, как они приняли крещение, и они не примут свидетельства до своего крещения, и они должны будут сами работать и познакомиться с этими книгами, Уайт говорит, если вы не сделаете этого до крещения, то начнется война в стане. Это его слова. Что она имела ввиду, говоря это? Вы их крестите, а они не верят и не знакомы со свидетельствами Духа Божьего. Они придут в церковь, и пастор начнет их убеждать в важности свидетельств. И тогда они скажут, я не был этому научен, я в это не верю. И что тогда произойдет? Начнется война в стане. Что происходит в большинстве наших церквей? А сейчас вы поймете почему это происходит. Вернемся к экрану. Когда люди начинают сомневаться в свидетельствах, которым когда-то доверяли и даже отказываются от них, сатана знает, что обманутые на этом не остановятся. И что же сатана предпринимает? Он наращивает свои усилия до тех пор, пока отступники не перейдут к открытому восстанию, которое уже нельзя искоренить и которое заканчивается гибелью мятежников. Заметьте это для себя. Где же мы можем найти место из Писания, когда народ Божий отверг пророка и то что было этим пророком написано, и его слова, Иисус сказал о них что уже не существует никакого средства для их исцеления потому как они попали в полную и кромешную тьму. Давайте посмотрим это место. Откроем вместе 2-ю книгу Паралипоменон 36-ю главу. 2-я книга Паралипоменон 36-я глава. Позволим Библии говорить, а каждый человек домолчит. Посмотрим 2-ю книгу Паралипоменон 36-я глава и посмотрим начиная с 15-го стиха «И посылал к ним Господь, Бог Отцовых, посланников Своих от раннего утра, потому что Он, что друзья, жалел Свой народ и Свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его. Доколе, до каких пор, помилуй нас Господь, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения?» Заметьте это. И дальше 17-й стих. «И кто тогда пришли? Халдеи, вавилоняне и разрушили Иерусалим. И какое последнее здесь утверждение? Они пренебрегли и ругались над пророками Его. Доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения.» Повторится ли это? Будет ли излит еще раз гнев Господа? Семь последних язв. Какой последний грех подтолкнет к этим судам? Как же мы можем с вами оставить эту тему? Скажите мне. А теперь существует ли в Новом Завете такой же текст, который бы говорил нечто подобное? Отвержение пророка и возмездие. Евангелие от Матфея 23-я глава. Давайте откроем это место. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе. «Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели? Се оставляется вам дом ваш пуст!» Какая последняя сцена здесь? Отвержение пророков. Разумеется, это в стихе 34-м сказано. Хорошо, вернемся к тому, что на экране, давайте приведем это к логическому завершению. Я хочу, чтобы каждый увидел эти события, которые сейчас происходят. Почему мы нуждаемся в духе пророчества? Посмотрите на это, друзья! Посмотрите это! Так, это мы пропустим. А вот это, послушайте! Вот человек греха, он находится в Женеве. Итак, Папа Франциск призвал христиан в четверг сломать барьеры подозрения и страха, которые разделили их со времени протестантской реформации шестнадцатого века. И объединиться для того, чтобы помочь самым нуждающимся людям. Конец цитаты. Он говорит нечто подобное тому, что однажды уже сказал Иуда Искариот. «После целых веков конфликта, 500 лет если быть точным, благотворительность позволяет нам собраться вместе, как братьям и сестрам, – сказал он в штаб-квартире Всемирного Совета Церквей, где? В Женеве. Дерзость всего этого прямо отмечается здесь. Папа сказал это в городе, где жил однажды реформатор Джон Кальвин в шестнадцатом веке. И послушайте дальше! «Мистер Франциск призвал христиан всех конфессий, к чему, друзья? Найти мужество, изменить ход истории.» Этому человеку нравится, по-видимому, менять некоторые вещи. Какой текст сразу вспоминается? Книга Даниила, 7-я глава, стих 25-й. «Он возмечтает отменить, отменить Божьи времена и закон.» Хорошо, читаем дальше. «Изменить что он желает? Изменить историю, которая привела нас, в прошлом, к взаимному недоверию, как он говорит, и к чему еще? Отчуждению.» Он желает изменить это сейчас и объединить. Где же современный Илья? Это я не буду сейчас показывать. Может быть это? Да! Вот это давайте посмотрим. Это позволит увидеть в полноте то, что происходило в Женеве. Послушайте как протестанты сейчас говорят. Вы помните что происходило и привело к 31 октября 2017 года? Когда почти что все ведущие проповедники церкви АСД начали во всеуслышание говорить о смерти протестантизма. Вы осознаете что они во всем этом выглядели как труба в которую дуют, но эта труба закрыта и не издает никакого звука. Разве протестантизм уже не дважды мертв? Посмотрите это! Прибыв в Швейцарию, Папа направился прямо в главный экуменический центр Всемирного совета церквей. Это учреждение включает в себя 250 церквей и недавно отпраздновала 70-й юбилей с момента своего образования. Здесь есть представители от 560 миллионов христиан, из которых есть православные, лютеране, англикане, методисты и многие другие динаминации. Представители всех этих организаций вышли для того чтобы приветствовать Папу Франциско. Я епископ Мэри, представляю объединенную Баптистскую церковь. Благодарна вам за возможность быть здесь. Благодарю вас. После посещения часовни Папа прибыл для участия в экуменической церемонии, здесь они молились о единстве и просили Бога о прощении и примирении. Дорогие братья и сестры во Христе! Добро пожаловать на это экуменическое молитвенное служение, которое посвящено 70-й годовщине Всемирного совета церквей. Я остановлюсь здесь, потому что мне нужно еще кое-что вам показать. Вот моя точка зрения на то что мы сейчас с вами видели. Одной из основных причин почему отступившие протестанты сейчас жмут руки Паписа стоя в этом экуменическом альянсе, потому что мы с вами не выполняем нашу работу. Мы как церковь не выполняем нашу работу. Вот в чем причина. Мы не выполняем нашу работу. Грехи мира лежат перед дверями нашей церкви. Мы как труба не издаем определенный звук. В моей руке вы видите журнал который я получил вчера. Я только вчера получил этот журнал по почте. Вам видно? Этот журнал называется ВЕСТЬ. Вы видите? Это журнал ВЕСТЬ. Как этот журнал называется? Скажите еще раз? ВЕСТЬ! 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 На центральном развороте статья посвящена нашим доктринам. Если это издание называется ВЕСТЬ, то о чем здесь должно говориться? Должно ли быть здесь духовное молоко или скажем хлеб со стола Изавели? Нуждаются ли люди в твердой пище в эти последние дни? И те многие которые читают этот журнал разумеется не были крещены вчера, а более чем два месяца тому назад. Вы согласны со мной? И еще раз я повторю, многие из тех которые получают этот журнал были крещены более двух месяцев тому назад. Сестра Уайт говорит, «По истечении двух месяцев после крещения людям больше не должно предоставляться духовное молоко, но только лишь твердая пища.» Здесь есть раздел под названием «Антихрист» Посмотрите о чем здесь говорится. Позвольте мне кое-что показать. Так пропустим это. Это тоже пропустим. Посмотрите вот это. «Антихрист» Дракон и антихрист. И кто же автор этой статьи? Его зовут Пит Палмер и он является вице-президентом администрации Аллигейн Восточной конференции церкви адвентистов седьмого дня в Дугласвилл, Пансильвания. Статья называется «Антихрист» послушайте о чем здесь говорится. Термин «Антихрист» используется только в книге в первом послании Иоанна и во втором послании Иоанна, где этот термин относится к грядущему антихристу, но также ставится в известность о том, что уже во дни Иоанна существовало много антихристов. В первом послании Иоанна во второй главе стих 18-й. Более того антихрист это не просто личность или личности. Но это означает дух антихриста на основании того что написано в первом послании Иоанна в 4-й главе и в 3-м стихе. Несмотря на то что во втором послании к фессалоникийцам не используется этот термин антихрист, но это место дает нам понимание действий антихриста и с 4-го стиха мы понимаем что антихрист это личность которая желает принимать поклонение как Бог и восседать подобно Богу в его храме выдавая себя за Бога. И это предполагает что люди которые ищут истину должны быть осторожны потому что не все что претендует на духовность зачастую таковым не является. Но нам нет необходимости пребывать в страхе потому что Библия говорит нам что антихрист обречен и пойдет в погибель. Это то что они пишут об антихристе. Друзья поверите ли вы мне и согласитесь ли но что даже люди из Вавилона могут написать то что они здесь написали? Что это вообще такое? И этот журнал называется Вестник? Насколько же мы близки к концу всего? Какое оправдание они могут здесь предложить? Ой! Знаете я не хочу осуждать этот мир но в первую очередь этот журнал распространяется в нашей церкви. И так какое же оправдание вы можете представить таким вашим действием? И по этой причине люди в мире смотрят на настоящего антихриста но не осознают и не распознают что он и есть антихрист. Потому что члены церкви адвентистов седьмого дня не разоблачают то лукавство с которым действует человек греха. Не в проблеме ли мы друзья? Давайте посмотрим то что они пишут по вопросу печать Божья. Вверху слева печать Божья. Но прежде один вопрос к вам. Зачем тратить деньги? Может кто-то из вас знает это местописание? Зачем тратить деньги на подписку этого журнала который не даст вам духовного хлеба? И так печать Божья. Это в одно и в то же время и знак и процесс. И дальше тут даны места из Писания. Хорошо. Личность которая ответственная за запечатление это третья личность Божества. Святой Дух. Цель запечатления согласно тому что написано в книге Откровение 7 глава стих 3 защитить народ Божий от ветров борьбы которым будет позволено действовать на земле. Место поставления печати начали человека предполагает то что это не просто какая-то видимая печать но скорее образ мышления в котором личность уже укоренилась и идеалы которые приняла эта личность и это определяет ее решение. Это то что здесь написано о печати Божьей. А что же такое печать Божья? Нет, 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 я знаю что это. Но основываясь на том что они написали что это? Они могут сказать свое оправдание знаете у нас просто не хватило места. Хорошо. Тогда уберите свои картинки и дайте мне хоть немного текста. Какое оправдание вы можете придумать этому? У вас появится много места если вы уберете все эти картинки. И кстати посмотрите на первой странице. Вояж Победы заплатите свои деньги и отправляйтесь в круиз. Вы видите это? Поэтому у вас было бы намного больше места если бы вы убрали это. Верно? Мы в проблеме друзья. Вот почему Бог должен призвать действию некоторых сынов пророков. Хорошо. И дальше читаем. Давайте пропустим и прочтем то что они пишут о звере. О звере. Наше сегодняшнее исследование мы начали с того что мы прочитали о трех ступенях к основанию нашего вероучения. Первая, вторая и третья ангельские вести. Открыли ли они вопрос о том кто является антихристом? Или о печати Божией? Или о том что такое начертание зверя? Но что здесь происходит? Они попросту отвергли нашу весть. Посмотрите это. Зверь. Зверь в пророчествах пишут они символизирует царство. Смотри книгу Данила 7 глава. Зверь в книге Откровения в 13 главе с 1 по 8 стихи это слияние различных политических царств описаны в книге Данила 7 главе. Зверь книги Данила 7 главе приковывает к себе внимание как одновременно политическая и религиозная власть. Смотрите книгу Даниила стих 23 и до 25 стиха. Зверь в книге Откровения наряду с драконом и сложным пророком формирует нечестивое трио подражая Отцу, Сыну и Святому Духу. Это то что они написали о звере. И кто же этот зверь ? Кто же ? Кто это ? Кто это ? Трио ? Так кто же этот зверь ? Хорошо давайте пойдем дальше давайте перейдем к тому что они написали о начертании зверя. Начертание зверя. Они пишут аналогично печати Божией, но вы же не говорите о том что является печатью Божией. Аналогично печати Божией это начертание зверя является и знаком и процессом. Книга Откровения 13 глава стих 16. Но в противоположность печати Божией, но что же такое печать Божья ? Но в противоположность печати Божией начертание зверя может быть на челе, что означает что вы на самом деле верите в зверя. Так скажите уже наконец кто же на самом деле этот зверь ? Начертание зверя может ставиться так же и на руку предлагая тем самым идти на уступки ради сохранения хороших отношений. Что? Это то что они написали о начертании зверя? Вот почему в книге Иезекииля в 9 главе сказано что нам нужно скорбеть и воздыхать о всех тех мерзостях которые происходят в нашей среде. Что вообще происходит друзья мои? Здесь еще много всего но я считаю что этого достаточно и здесь и так уже все ясно. И вот почему наши лидеры говорят нам что мы не знаем кто является антихристом. И так же наши руководители говорят нам что начертание зверя это поклонение Богу в любой другой день кроме субботы. Так кто же этот зверь? Что является его образом? Как они говорят это просто его отражение. Посмотрите это. Это Джеймс Раферти. Вопрос. Что такое образ зверя? Ответ. Этот образ может быть определен двумя различными способами. Вы можете посмотреть о том что сказано в книге Даниила 3 главе об истукане который был сделан из определенных металлов которым люди поклоняются но с этой точки зрения образ больше похож на зеркало которое отражает. И так что мы видим здесь в 13 главе книги Откровения? Вторая власть или сила которая выходит из земли и которая является отражением и образом этого первого зверя. Это такое зеркальное отражение этого образа. И мы видим как первая власть и первое земное царство в Откровении 13 главе должно быть отражено второй властью и она должна расти и стать известной на земле в эти последние дни. Конец цитаты. Так что же такое образ зверя? Сестра скажите мне пожалуйста. Вы адвентистка? Нет. И что произойдет если я вам дам этот журнал? Только пожалуйста пожалуйста не подумайте что я хочу выставить вас на всеобщее обозрение. Я просто хотел привести пример. Что если я дам вам этот журнал под названием «Весть» и вы его откроете? Центральный разворот этого журнала откроете. Поймете ли вы из прочитанного кто является антихристом? А что такое начертание зверя? Основываясь на этом материале. Вы хотели бы что бы я сказал пару слов о том кто этот человек здесь на обложке? Честно сказать я хотел бы окончить на сегодня. Мне просто не хочется дальше об этом говорить. Мы с вами должны скорбеть и воздыхать о всех тех мерзостях которые происходят в нашей среде. Аминь. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...